Я пухший какой-то весь. Я тоже какая-то, потому что вчера опироль пили. Получается, сегодня надо билини пить. Все, надо опять опироль пить. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Залина. Я Саша. И вы на канале Zalix. Мы сейчас, угадайте где? А, ну вы по видео поняли где мы. Мы сейчас в Венеции. Мы приехали сюда отмечать нашу годовщину. Сегодня, нет, вчера это было. Ну, сегодня, можно сказать. Сегодня три года, как мы сыграли свадьбу, да, Сань? Да. Но, четыре года, как мы расписаны. И шесть лет, как мы вместе. Big success. Да. Мы вчера приехали сюда, в Венецию. Остановились мы на материковой стороне мастера. Потому что в самой Венеции жилье супер-мега-дорогое. Это начинается от 300 евро. Мы просто офигели. Здесь мы сняли на три ночи за 220, да, евро? Ну, мы расскажем про эту систему. Мы взяли со скидкой, мы взяли там, короче, по одному очень интересному сайту, где можно выхватить что-то по дешману, можно сказать так. А сейчас мы направляемся в саму Венецию. И чуть позже мы вам сделаем обзор отеля. Потому что мы сейчас уже и так опаздываем. Мы проспали, сейчас уже час дня. Да, практически час дня, мы ничего не успеваем. Короче, мы проспались, сейчас бежим в Венецию и будем снимать вам эту красоту. А потом где-нибудь здесь видео мы вам ставим обзор нашего отеля и расскажем, как мы сняли дешевый отель в Венеции. Да-да. Все, давайте. Короче, вчера Саня мне сделал сюрприз. Сейчас я вставлю сюда, посмотрите. Когда мы только заселились в отель, я просто обалдела. Смотрите. У нас тут такая красота. Мы заселились в номер. Смотрите, что тут. Ой, как красиво. Тут конфетки. Там конфетки. А там у нас Рафаэлла. Моя любимая. Все в виде сердечки сделали. А там у нас шампань. Будем с Анечкой отмечать нашу годовщину. Ой, красота. Та-дам. Давай. Раз, два, три. Жги. А, еще нет. Раз, два, три. Жги. Зеркало аккуратно, не сломай ничего. Что-то плохо идет. Ожидание. Да. Раз, два, три. Та-та-та-та-та-та-та. Офигеть, у меня там столько конфет, ребята. Я буду обжираться. Я сегодня, короче, сейчас расскажу вам. Пока снимаю без микрофона, потому что лень пока подключать. Ну, события происходят, хочется снимать и рассказывать сразу. Я сегодня, сегодня в утром просыпаюсь, у меня уже стоит коробка Рафаэла. Санечка мне сделал сюрприз. И это, я такая, ой, блин, надо будет с собой взять. И в итоге я забыла с собой взять в Венецию. Я такая, еду в автобусе уже. Саша говорит, Саша, я забыла свою, типа, коробку. Он такой, ничего страшного. И мы заходим сюда. Тут и Рафаэла. Тут еще и это, как его, Феррера Роше. Тут еще какие-то конфетки. Еще и Просекка. Короче. Залинчик довольный. Я тут, значит, смотрю, там, Рафаэла, Феррера Роше. Нет, да, это вообще херня по сравнению с этим. Смотрите, конфеты, дольче, галбана. Знали от таких? Я вот не, сейчас будем пробовать. Так вот, мы сейчас, у нас тут шампейн еще остался. Я говорю, надо с Саней допить, а то сейчас это все дело унесут, когда будут убираться. Поэтому мы сейчас все будем делать, Санечка. Праздновать. Саня, праздновать. За наш праздник я тебя люблю. Самый лучший муж. Ладно, пока мы тут не торопимся, запишем вам вид нашего отеля. У нас тут совсем некрасивый вид, но зато у нас место расположения отеля пушка-бомба. Прям возле остановки, откуда приезжает автобус из аэропорта. И отсюда же мы сейчас прям выходим, сразу остановка, мы едем в Венецию. Прям офигенно. И сам отель такой неплохой, да? Ты как будто думаешь о великом. Да. Ты чем думаешь? Не знаю. Как я выживу все эти дни без пива? Тут пиво гавняное. Саня вчера заказал себе пиво. Вот такой, я буду пить. Нет, в магазинах есть хорошее. Да? Ну в кафешках нет. Австрийское. Ну в кафешках, короче, вчера пошли мы праздновать наш праздник. Зашли в итальянскую кафешку такую офигенную. Поели, обожрались, как не знаю кто, очень вкусно все было. Саша заказал себе пиво, но потом перешел на оперочек. У меня все снимаешь? Да. Зачем? Просто. Ты так классно думаешь о великом. Ну что за прекрасные ребята, вы посмотрите на нас. Какие модные. Блин, вы такие светленькие, смотри. Биг стефер. Ой, я свою толстовку надела. Вы знаете, да, откуда это? Это мы ходили на концерт к Эндре Каламаре. Если вы смотрели, вот здесь сейчас плывет ссылочка, посмотрите обязательно. Это было офигенно, просто пушка бомба. Я не знаю, я снова хочу на концерт. Круто было, да, Саня? Да, пушка бомба. Пушка бомба! Да. Надо мне толстовку пушка бомба. Ты уже в этом выпуске сказала два раза это. Сори, но сори. Да, подожди, я хочу это снять. Вот наш отель, короче, мы выходим. Здесь, смотрите, сразу супермаркет. У нас, оказывается, Саня очень любит супермаркеты в других странах. Ему нравится рассматривать новые там продукты, цены, все такое. И мы сейчас идем вот... Ну, цены я не всегда рассматриваю. Короче, здесь вот сразу вот остановочка. Вот видите, там люди стоят. Сейчас пять, вот там вот люди стоят. Это остановка. Но нам нужно сперва купить билеты. А билеты, чтобы купить, нужно пойти в табачный магазин. Табачный магазин вот здесь вот находится, прям рядышком. Там, где дедушки вон сидят, если вы видите. И чуть после них там табачный магазин. И мы туда зайдем, сейчас купим билетики туда-обратно. И поедем в центр. Вот, смотрите, табачный магазин. И здесь вот у них как раз-таки сразу все написано, что, сколько там стоит. На разных языках. На английском нам нужно здесь. Вот. В аппарат-то. В аппарат-то. В общем, можете нажимать на паузу, смотреть цены и запоминать. Все, мы купили билетики. И смотрите, еще самое интересное, что нужно обязательно сохранить вот этот чек, за то, что вы купили за этот билет. Потому что, когда приходит к вам контролер, он будет проверять не только билет, но еще вот этот вот чек. Без него, типа, могут вас выгнать из автобуса. Она сказала так, женщина на кассе. Не знаю, сколько это брали. Поэтому мы сохранили. И еще плюсы. Но это билет нам на двоих по дву сторону. И такой же билет на двоих в обратную сторону. Что очень странно. Мы думаем, что каждому по билетику дают туда-обратно. Но нет. Нужно вот один билетик по дву сторону на двоих. Один билетик отдельно у нас лежит. Сумочки обратно. Какие дела? Что мы выяснили к этому часу? То, что они здесь, оказывается, ездят не по расписанию, как в Чехии. Допустим, в Чехии, если написано, приедет 14.46, то здесь автобус будет 14.46. А, вот наш автобус подъехал. А здесь такого нету. Здесь, типа, по расписанию. Бру. Все, все по расписанию, черт. Все, вот уже виднеется у нас красота. Люди в отеле вон за 300. Мы в Венеции. Где в отеле? А, да. Классно так поселиться в самой Венеции. Ну, здесь реально, мы то, что смотрели все, самое минимальное жилье начиналось от 300 евро в ночь. В ночь. Не за три ночи, а в ночь. 300 евро, ребят. Ну, это же пипец. Я не знаю, может быть, какой-то такой сезон. Мы сейчас в октябре месяц, а сейчас 15 октября. Вот с 14 по 17 октября вот такие вот цены были. Я фиг знает. Мы смотрели на букинге. И на других сайтах тоже. Безниж, да, было 300 евро в ночь? 250 были, там такие страшные. Ну, да, были 250, саша, 20 евро. Ну, такие страшные были, конечно, там. Ну, жить не очень так и хочется в таких местах. Вообще, у нас сейчас миссия. Позавтракать. Ну, как у нас пообедать даже. У нас такой поздний бранч получается. И мы хотим это сделать. Здесь есть такая тема прикольная. Бутики. Чикетте. Чикетте, да. Как маленькие. Чикетте. Как бускетте. Чикетте. Вот смотрите пока на красоту. Любуйтесь. Я буду вам рассказывать параллельно. Мы взяли на завтра экскурсию. Нам наконец-то расскажут, что, что, как тут, что означает это здание. Куда мы пришли. Короче, достопримечательности по Венеции. Верно? Да. Так что сегодня будем говорить. О, смотрите, мост. О, смотрите, здание. О, смотрите, бар. Мы когда с Сашей ехали в автобусе, Саша мне спрашивает, типа, Замень, как думаешь, людей будет много или нет? Я такая говорю, ну, наверное, не так много. Он такой, да, после коронавируса, наверное, еще немного. Ага, тут людей дохерая больше. Ну, это вокзал же, по-моему, водяно-медицанский вокзал. Я не знаю, что это, но людей очень много, в общем. Ну, в принципе, много людей. Ну, если здесь очень много людей, значит, по городу много людей? Нет? Так это не работает. Не работает так? Короче, так для меня это... А, да! Если здесь много, значит, там мало, потому что все они сюда собрались. Короче, что мы тут нашли? Натали, вы по-любому смотрите это видео. Тут бокалы для вас. Вам нужно срочно ехать в Венецию. Вот они. Вот они бокалы. Вот они бокалы, да, для вас, Натали. Посмотрите. Офигеть. Это не то, что мы привезли, да? Мне кажется, это вот стиль как раз мамы. Да, мне вот эти нравятся. Мне тоже вот эти нравятся. Ну, тут круто. Мне вот эти еще нравятся, розовые с золотом. Смотрите, как тут все красивешно. Офигеть. Посмотрите на эту красоту. Вот это как будто бы зефир, но, наверное, это безе, я не знаю. Да, это безе. И это хочется мне все съесть сейчас. Боже, как тут вообще. Хочется есть на каждом шагу, Саня. Фонтаны, шоколады. Это какие-то слитки золота. Видимо, съедобные слитки золота. Это то, что нужно без залинчика. Вот это вот церковь. Построена по стандарту. Константинопля. Как церковь Константинопля, которую турки разрушили. И она построена крестиком посередине большой купола. А, поняла. Вот это вот и вот это вот крестиком, да, идут? И там с той стороны то же самое. Короче, от Санякинополя, получается, разрушили такую же церковь. И по стандарту, то есть церкви построили здесь. Правильно? Мне кажется, ее построили здесь до разрушения. Да. Пандемулу. Ну, суть, короче, в этом. Ну, так это. У кого умный муж? Кузолины. Да, да. А вот в этой фигне вы собирали воду. Да, в этой фигне собирали воду. И вообще, по сути, это не гигиенично. Но в то время вполне себе было гигиенично. Да, и сейчас закрыли ее, чтобы никто ее не пил. Да, чтобы никто... Допустим, это после дождя, правильно, собиралась? Дождевая вода собиралась. Да, здесь собиралась дождевая вода, получается. И здесь люди потом пили водичку. Но сейчас закрыли, чтобы таких людей не было. Потому что Саша бы сейчас точно пил бы отсюда водичку. Да, я что, собака, что ли? Мы пришли наше местное назначение. Но единственное, здесь очередь большая, короче. Фиг знает, когда мы тут что купим. А не закрывается через полчаса. Классно! Здесь у нас, получается, остатки сладкие. Ничего толком уже нет. Сейчас будем что-то из этого брать. Только один селмен остался. Вот, ну, короче, это наш маленький улог. У нас тут два селмена, две тунны. И еще треской. И еще какая-то штука. Не знаю, что это, короче. Горгонзолос, по-моему, сыр. Горгонзолос? С эргонзолос чем-то еще. Твой любимый сыр? Я, ну, драгонзолос. И заказали мы еще шприц, опироль и какой-то рио шприц. Вот, сейчас нам делают картельчики. Ага, да, вот это вот мое богатство. Опирольчик. Не приноси, 26 евро. Да, то мы заплатили за это все богатство. Вот два опироля у нас, получается. Саша уже пьет. Как тебе? Вкусно? Получается, два опироля, вот эти бутики. Это все вместе у нас вышло на 26 евро. Мы такие голодные, вообще пипец. Как? Да? Огонь? А, снимай сюда? Да. Ну что, мы уже поели. Наши поели. Поели мы просто за три минуты, да, все съели. Все эти три чикеты. Голодные. Все эти три чикеты. Чикеты. И, короче, ну что могу сказать? Ну я бы не сказала, что это прям какой-то прям пушка-бомба, да? А, Сань? Номер три. Че три? Пушка-бомба. А, нет, ну как ты думаешь, тебе понравилось? Ну, съедобные бутики на сухом клеве. Ну типа стоят всю эту очередь ради этих бутиков. Во-первых, у нас тоже 26 евро. Мы могли бы взять нормально одну пиццу на двоих, да? И так же коктейльчики, то же самое вышло бы, если не дешевле. Да. А тут мы просто постояли, сели эти бутики по выстрелянчику и все, и ушли. И не наелись. Вот что самое главное. Не наелись. Мы сейчас идем и думаем, что бы еще поесть. Ну ладно, сейчас чем-то еще поищем, посмотрим, может что-то интересненькое. О, какая красота. Сейчас покажу вам. Ну, конечно, Венеция очень красивая, ничего тут не скажешь. Мы нашли спокойную улочку, наконец-то. Здесь так хорошо, никого нет. А ты в таком ЭКМе, да, пытался снять деньги? Короче, тут везде ЭКМ и пытаются с нас содрать комиссию по миллион тысяч баксов. О, смотри, какая ты столовка. И людей дофига больше. Может зайдем? Давай. Короче, мы ничего никак не дойдем до площади Сан-Марко. Мы их просто ходим и кушаем. Нам нравятся такие вот неприметные заведения. Заведение, когда ты уйдешь просто и бац, и ты заметил, что там сидят много людей. И такие, ммм, может там все-таки классно. И тут заходишь, и здесь так атмосферненько, прикольненько. Смотрите. Мы, в общем, заказали пиццу. Знаете, какую? Мы заказали парашютто. Я люблю просто парашютто. Вот это взяли. Куда? За 10 евро. 10 евро пицца. Дешевле, чем мы то, что там поели, реально. И плюс еще вот сейчас мы хотим заказать беллини. Что, где? Беллини. Ху-ху. Давай, пробуй, говори, вкусно. Вау. Да-да. Очень вкусно. Ну, что я могу сказать? Беллини вообще пушка-бомба. Это 4? 4. Четвертый раз за единое, говорю о том, что пушка-бомба. Огнище. Очень вкусно. Смотрите, у них на бутылках написано название их ресторана. Дамаму. Вот. Так что имейте в виду. Но мы постараемся локацию оставить в описании под видео. Найдем. Найдем это есть. Ха-ха. Поехали наши брускеточки. Ну, что? Чикетте и брускетте продолжаются. Что, вкуснее? Чикетте или брускетте? Брускетте? Приехала моя парашютта. Пицца. Депхарно. Там нет единственной рукколы. Я люблю рукколу еще. Ну, ладно. Ребята, официально заявляю, здесь самая вкусная пицца. Саша еще не пробовал? Ну, я попробовала. Да, рукколы нет, но это просто огнище. Такое тесто. Мамма лья. Нам тут как-то комплименты принесли. Что, Санечка? Шоколадка и ликер какой-то там. Шоколадка и там какой-то ликер. Давай, челкнемся. Тик. Вкусно? Ммм. Это очень... Крепко? Это очень крепкий ликер. Очень крепкий. Какой-то банан? Я не поняла. Я поняла, что там алкоголя дофига и больше. Вау. Вот это заведение. Называется Де Маму. Вот такой вот маленькой улочки. Хай! И вот мы сейчас туда направляемся, на площадь Сан-Марко. Мы на площади Сан-Марко. Та-дам! Ну, галочка. Как тебе? Это первое знаменитое место, которое мы пришли. Мы уже здесь находимся пять часов. Да. Все это время мы кушали. И вот тут, наконец-то, мы дошли до достопримечательностей. А что еще смотреть? Ну, что, пойдем пить оперативу. Саня говорит, это лошади, которые украли из Константинополя. Но это не настоящее. Настоящее внутри. А здесь больше, как это, типа, реплика, да, получается? Вон, видите? Это, коротко сказать. Ну, очень красиво, конечно, такое здание. Ну, просто посмотрите. Вау! Вау, вау, вау! Красиво, да? Здесь так прикольно, посмотрите. А слева тюрьма. Саша говорит. А ты все знаешь, да? Ты подготовился? Я книжки читаю. Чего? Ладно, видео смотрела про медицину. Саша книги не читает, вообще. Вон, единственную книгу, которую прочитал, это богатый папа, бедный папа. Все. И мальчик в полосатой пижаме. А, все. Дальше. Пойдем, перекрестимся и вернемся. Подожди, давай послушаем. Интересно же. Да не хлопают здесь. Что ты так снимаешь? Потолок. Вот, забрали в эту церковь. Вот, сзади меня, видите? В общем, Саша сказал-то, что у него почему-то на отметке на карте написано, что нужно сюда сходить, да, Сань? Да, не знаю, зачем. Мы туда зашли такие, ну, католическая церковь, ну, я такая села, Саша посмотрела, только увидела, что я села, тоже села. И начинает играть музыка. В смысле? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Ну, Саня встал, встал и вшел. Саня, да, встал и вшел. Ну, я еще посидела. Знаете, что самое интересное? Я сидела, я встала, и люди все посмотрели на меня, тоже встали и ушли. Сейчас дедушка с бабушкой сзади меня такие, смотри, типа. Дедушка такой стоит, бабушка такая сидит, он говорит, ну, типа, уходит. Скучный концерт. Да, вот концерт вообще скучный, там такое чувство, какой-то чувак первый раз за пьянино сел, или как это называется? Орган. Орган, да. Потому что там, ну, в смысле, играет, потом останавливается, играет, потом останавливается. В смысле, до конца мелодию не доигрывает. Может быть, так и должно быть, нет? До конца мелодию не доигрывает. В смысле, так и должно быть? Не знаю. Не знаю, короче, мне кажется, так не должно быть. Вот. Идем дальше гулять. Галочка есть. И воду. Мы тут запрели такое интересное место. Визитерс бук, смотри. Молтус. Здесь вот дедушка что-то делает. Сам. Красив. Картина. Вот это 20 евро, да, стоит? Нет. Какая картина? Ну, слушай, вообще классно, да, 20 евро? Интересно, что дедушка делает? Он книга делает. Тетрадочки создает. А, он сам тетрадки создает? Это же все равно он сделает. А, да ладно. Да. Вот эти все книжки это он сделал? Да. Ты уверен? Да. Он вон при тебе делает. А, да ладно. Да, эти все тетрадки он сам делает. Прикиньте. Офигеть. Надо купить. Смотрите, получается, он здесь собирает вот эти вот блокнотики. Вот там у него есть все обложечки. А тут вот можно их купить. И вот я сейчас думаю, что взять вот такую вот книжку за 16 евро. Покажи, какую я хочу. Вот такую вот я хочу взять. Смотрите, какая она красивая. Да? Офигенная. Короче, вот. Пока вот у меня выбор стоит на ней. Сейчас еще посмотрю, какие есть книжечки. И потом окончательно уже определюсь. Смотри, это чуть побольше. Обалдеть. Смотрите, у нас оказывается чемпион. Все, мне упаковывают. Мне еще подарили маленькую закладочку. И вот эту... Чемпион саны, что ли? Что там тебе? Я еще выбрала, короче... Я выбрала, знаете, какую? Сейчас покажу вам. Я выбрала вот эту вот. Вот такой вот паттерн я выбрала в итоге. Не вот этот. Потому что вот это сделано в Лайфо Флоренции. А вот то вот сделано здесь, в Венеции. Вот этот паттерн. Мы тоже с Анечкой оставили отзыв. Вернее, я оставила отзыв. Посмотрите, здесь все такие котики. Футболисты. Можно в качестве подарка тоже кому-то привезти, кто любит футбол. Очень классный магазинчик, конечно. Я прям в восторге. Все, дедушка дальше работает. Чао. Чао, бааааа. Чао, чао. Мы тут пришли узнать по поводу стоимости гондолы. Здесь, смотрите, стоят 80 евро полчаса и 100 евро на час. И знаете, что? Мы когда ходили на площадь Сан-Марко, и там тоже прям целый пирс с гондольерами. И там нам вообще говорили, 80 евро это только 15 минут. Нам предлагали какие-то туры за 40 минут, за 120 евро, за 200 евро. Короче, там такой разводняк полнейший. Там вот ни за что и никогда не покупайте. Вот ходите вот по городу, здесь вот такие вот маленькие остановочки, подходите и здесь вот лучше берите. Да, Санечка? Да. Опа. Все, мы... Опа. Мы на лодочке. Это купили гондолину себе. Мы взяли на 30 минут, который за 80 евро, и у нас просто замечательный гондолир. Элвис. Элвис, да. Он очень веселый и берет карту, кстати. Мы могли оплатить карты. Вообще супер, да? И уже фоточки сделал нам, пару фотографий. Вообще супер. Огонь. Довольны? Все, мы поплыли. Суни, Элвис. Элвис, say hi. Hi. Все, мы поплыли. Все, у нас песенки. У нас даже наличия нет, чтобы чаевые мы достали. Да, я думаю. Огонь. Да. Про гондолу. Он говорит, что я гондолирую, гондолирую, гондолирую. Блин, как хорошо, что мы взяли. И как хорошо, что нам попался такой гондолир, да? А кто такой Антонио? Антонио Германи. Это политик был. Венецию. Ты сейчас придумал? Нет, он сказал. А, да? Я слышал. Я думал, ты сейчас придумал. Это маленький брыжер. На правой стороне у вас есть фото венецианский карнавал маски. Ааа. Это фото. На стороне это магазин. Здесь, получается, создают карнавальные маски, а здесь их продают. А здесь мы фотались. А здесь мы фотались, да? Саня. И не будем видеть это. Мне прям очень нравится. Отец, Анечка. Очень. Я почему-то, ну, многого не ожидала от этого всего. А тут вообще классно. Ну, прям, мне кажется, еще то, что гондолир делает эту всю тему. То, что он, во-первых, нам все рассказывает. Рассказывает, что какое-то там здание, какие-то интересные, какие-то здания в ЮНЕСКО входят, про карнавальные маски. В ЮНЕСКО ждание не входит в ЮНЕСКО. Там офисы ЮНЕСКО сделать. Какое-то здание, короче, там офис ЮНЕСКО. Вот. Другое здание там, получается, создают карнавальные маски. А в Дании их продают. В общем, он все тут рассказывает. Еще и песенки нам подпевает. И такое прям классненькое настроение в супер. Офигенно. И карточки принимает. В общем, здесь вот находится пирс, и там вот гондольеры стоят. И здесь по миллион тысяч баксов. Короче, не советуем мы это место. Не идите сюда, а идите к Элвису. По городу маленькие. Да, по городу, короче, маленькие остановочки. Вот туда подходите. Там прям стандартная цена 80 и 100 евро. Вот. И пытайтесь найти Элвиса. Он вам испоет и фоточки сделать. И специально... А, он же шляпку снял. Он специально шляпочку надел для того, чтобы это... Пофотаться, короче, что типа настоящий гондольер. Да. Тут прям такая вот остановочка. Очень много гондолин. Ну, а эта остановка для этих, для... Как они? Спасито. Нет, вапаретто. Вапаретто. Деспасито. Деспасито, вапаретто. О, воже, Саша. Кайф. Блин, мне кажется, так тяжело сейчас это... Ну, гондольером по этим волнам. Я думаю, не привыкли. Привыкли. Вообще. Сан-Марко-бэй. Марко-бэй. Сан-Марко. Сан-Марко-бэй. У тебя диспасито, у меня Сан-Марко. Ого, тут такая очередь прям. Мы пришли в знаменитую библиотеку Венеции. Ой, смотри, какие открыточки евро стоят. В общем, эта библиотека, кажется, знаменита, потому что здесь все время затапливает, вот здесь поставки, и потом это все дело плавает. Там все книги, на которых хватаются, и все это... Смотрите, видите, здесь это гондолина, а здесь все книжечки на гондоле. Прикольно. А здесь можно что-то покупать, брать, да? Или это больше как музей? Это книжный магазин, Саня говорит. Здесь такой большой поток людей. Вот впереди нас очередь, и сзади, вон, смотрите. И здесь что делают, это толкают, ну, смысле, говорят, типа, идите дальше, дальше, типа, не стойте на месте. А как тут что-то выбирать, что-то покупать, например, ты там, хочешь книгу полистать, когда тебя все время, типа, пушит. Вообще, да, пушит. Пушин пи. Смотрите, видите, вот здесь вот все эти видео, о, видео, господи, все эти книжки, они такие вот, которые затонули, когда здесь поток иногда бывает. И вот люди сейчас по этим книжкам ходят. Я тоже там успела походить и даже пофотографироваться. Саня, все правильно рассказал? Я не знаю. Я рассказал то, что эти книжки потоп, потоп, потопились, короче, когда был диспотоп, и книжки затонули, и вот из этих книжек сделали такой вот аттракцион. Да, наверное. Все. Правильно. Вот это Саняшина любимое слово здесь, в Венеции. А все, что ли? Да. И все, нас выгнали так? Да. Подожди-ка, вопрос. А если мы хотели купить книгу? Может быть, где-то в библиотеке. Я не знаю, что это такое. Это какой-то развод, мне кажется. Мы не заплатили, да? Я знаю, но, собственно, если я хотела книгу, но я не получила книгу, получается. Нет, все. Да. Я вообще не поняла прикола. Мы просто, у нас везде говорили, быстрее, 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 и мы шли, 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 и бац, и мы вышли. Я вот и понять не могу. Если, допустим, мы покупаем книгу, да, и как нам платить за эту книгу, или там вообще книгу нельзя покупать? Не поняла этого заведения. Ну, я бы, например, хотела бы походить, полистать, посмотреть книжки. Ну, да, с такой толпой, там такой поток, чисто, знаете, люди там ходят, смотрят это все дело, и все. И выходит, как бы, просто посмотреть. Ну, хочется там на память что-то себе взять, допустим, ту же самую открыточку, да, там с котиками. Ну, ты не можешь взять, потому что тебя выгнали просто нахер, не можешь сказать. У нас тут Санечка снова подготовился и рассказывает, значит, что вот этот вот дом, что, Санечка? С трех сторон обмывается водой. Это один из единственных домов, который с трех сторон обмывается водой. Вот так вот. Этот дом с трех сторон обмывается водой. И это единственный дом в Венеции, который с трех сторон обмывается водой. Санечка сказал. Да, но не проверяйте в гугле. Проверяйте в гугле. Это то, что он увидел в интернете. Ты мой хороший. Мой маленький справочник. Да-да. Совсем забыла поделиться с вами нашими эмоциями о катании на гондоле. Вообще, короче, мы поняли одно то, что, ну, можно один раз съездить, как бы для галочки. Но если бы не Элвис, то это было бы как бы, ну, просто покатались, да? Да. А вот Элвис сделал вот именно эту прогулку на гондоле такой вот прям прикольный. То, что он нам песенки пел, на свою шляпу надевал, когда была фотосессия. Ну, такой. И рассказывал нам все про все достопримечательности, которые там проплывали мимо. Вообще, молодец, короче. Вот реально, вот эта вот прогулка зависит от гондольера, я считаю. Ну, именно сама экскурсия. Поэтому выбирайте правильного гондольера, с кем будете кататься. Видите Элвиса, я вам его засняла, сразу говорите, Элвис, мы хотим кататься с тобой. И все. Мы хотим тебя, Элвис. Саня. Я тут джелата себе взяла. А Санечка тоже взяла, но куда-то мой муж пропал. Не могу понять, куда. Я взяла себе ванильку, Саня взяла себе фусташковую. И где Саня? Фиг знает, где ему Саня. Как твои фусташковое мороженое? Вкусно. Вкусно? Да. Надо понять, мы что, куда еще ходим? Я, в общем, попробовала джелата. Джелата, да. Я, честно сказать, не поняла прикола. А чем популярно, чем он отличается? Ну, это другой вид приготовления мороженого. Типа, что оно более такое, кремовое, мне кажется. Что-то, да. Не знаю. Для меня просто мороженое. У меня фишашково очень вкусно. Ммм, он вкусно, но просто мороженое. Идем куда-то дальше, не знаю куда. Ребят, мы нашли для вас место офигенное. Как называется место, такое не могу понять? Подождите-ка. Я не вижу название этого места. Черт. Донно. Какой-то донно. Где видео? Идешь донно? В общем, место офигенно в плане того, что здесь напитки стоят по 2,50. Опироль 2,50, да, стоит? Мы выпили опироль, и там сразу же эти чикетки, которые мы ели. Короче, мы выпили 4 опироля, 4 чикетки. И нам еще давали как комплименты чипсончики. И мы за это заплатили 16 евро. Это happy hour или happy house, короче, называется это место. И что классно, то что здесь, получается, мы заплатили 16 евро, а вот там мы купили 6 чикетки и 2 напитка, и заплатили 26 евро. Здесь стопчик, и здесь было очень вкусно. Короче. По математике, вы хотите, что здесь выгоднее. Здесь выгоднее и здесь вкуснее. Да-да. Идем на мой, значит, и смотрите, что мы тут видим. Лимончелло. И что за форма, что за форма, Саша? Офигеть. Жалко у нас багажа нет, да? В качестве подарка, прикинь, привезти такое. Прикольно. Ой, вот это мой рай. Пирольчик. Там грибочки маринованные. Смотри, лодка даже, вот флаг. Видишь, тут огоньки зеленые, белые и красные. Пирольчик.